Многие из нас получают зарплату, стипендию, либо другие доходы вот на такие пластиковые банковские карточки. Существует несколько способов, как эти средства хранить и как ими пользоваться. Можно их обналичить, а можно оставить на карте. Какой вариант выбирают жители республики, у них и спросим. У меня на карте всегда есть деньги свободные. В принципе, она всегда под рукой. Ничего как-то рассчитывать, откладывать не надо. Поэтому очень просто карты пользоваться мне. Во многих местах за то, что расплачиваешься картой, начисляют бонусы определенные, которые потом можно превращать в деньги и расплачиваться. Гораздо удобнее расплачиваются картой, потому что можно не носить с собой наличку, лишние деньги, мелочи. У вас первый век, потому что все карты так оплачивают? Карты, потому что бонусы спасибо возвращаются. Не потеряются деньги. А если карта потеряется, заблокируешь, и все. То есть деньги при себе останутся. По карте. Почему? Удобнее, не надо мелочи с собой носить. По картам, как правило, кэшбэк есть какой-никакой, то есть скидки. Карты пользоваться удобно, потому что без дачи есть, и в очереди мы стоим. Я пока деньгами. Ну, вот такое положение получилось. Но постараемся картой. А почта можно на карту перекрыть? Ну, я и так перехожу уже. Почти перехожу. Безналичные оплаты пользуются уже на протяжении, наверное, двух лет. Очень практично, удобно. Что самое главное, не загораживает очередь, и очень быстро пролетаем. А если бы все перешли на такую оплату, действительно, было бы очень удобно, и очереди бы сократились в два раза по времени ожидания. Все больше жителей республики предпочитают хранить деньги на карте и расплачиваться тоже либо картой, либо с помощью телефона в одно касание. Это гораздо удобнее, проще и безопаснее. Терминалами оборудованы практически все места торговли и услуг в городах и районах Чувашии. Магазины, аптеки, парикмахерские, больницы, кафе, рестораны – это еще не весь список возможностей банковских карт. За свои покупки я расплатилась всего в одно касание, и мне даже не понадобилась моя банковская карта. Все с помощью телефона, а его, естественно, всегда ношу с собой. К тому же на нем действует мобильный банк, который меня всегда оповещает о моих тратах и поступающих платежах. Так что я всегда могу проверить, когда, сколько и на что потратила. В республике с начала 2018 года реализуется проект «Безналичная Чувашия». Все работники бюджетной сферы получают зарплату безналичным способом. Растет доля граждан, которые получают пенсию и иные социальные выплаты на карту. Представители банков подтверждают, что растет и число безналичных банковских операций. По нашим данным, в 2018 году жителям Чувашской республики было осуществлено порядка 240 миллионов транзакций с использованием банковских карт. Это на 38% больше, чем в предыдущем 2017 году. Если рассматривать структуру платежей, то большая часть или 76% пришлась на оплату гражданами товаров, работы, услуг. И примерно средний чек оплаты в торгово-розничных торговых сетях составил 546 рублей. Вторым по привлекательности среди способов использования банковских карт – это был перевод с карты на карту и составил примерно 14%. И оставшиеся 10% пришлись на снятие денежных средств наличными в банкоматах. Практически каждый взрослый человек имеет одну, а то и больше банковских карт. Безналичный способ оплаты становится не только удобным, но и выгодным. У многих банков действует программа лояльности, когда покупая товары, потребителям возвращается определенная часть денежных средств или баллы. На сегодня, в принципе, безналичные платежи, они распространены уже везде. И главная задача не столько состоит в том, чтобы выбрать, потому что где-то можно заплатить и наличными, а главное – обеспечить сохранность своих денежных средств при использовании безналичных платежей. А это как раз обеспечение сохранности всех реквизитов банковских карт. Как уберечь свои деньги на карте от интернет-мошенников? Правила просты. Первое. При оплате покупки в магазине карта должна находиться только в ваших руках. Нельзя передавать ее даже продавцу. Первое. Злоумышленники могут сфотографировать карту и воспользоваться вашим счетом. Например, ввести данные при интернет-покупках. Второе. То, что пин-код нельзя никому показывать, знают, конечно, все. Еще раз напоминаем. Вы обедаете в кафе или в ресторане. Вам необходимо платить счет. Никогда не ленитесь попросить у официанта, чтобы вам принесли мобильный терминал. И оплата произошла в вашем присутствии. Если же вам говорят, что терминал не работает или что-то еще, не поленитесь. Встаньте, дойдите до стационарного терминала, который, как правило, расположен рядом с кассовым аппаратом, и осуществите, опять же, самостоятельно платеж там. Вероятность заплатить дважды. Будьте внимательны и в тех случаях, когда вам говорят, платеж не прошел, сбой в системе. В этом случае нужно просить распечатку уведомления о сбое. Если действительно неполадки в системе, на чеке должно быть об этом написано. Хорошо, если у вас подключена услуга «Мобильный банк». СМС-уведомления помогают в режиме реального времени отслеживать, куда уходят деньги и откуда они поступают на карту. Часто оплачиваете покупки в интернете? Лучше завести для этого отдельную карту. Все реквизиты вашей карты – фамилия, имя, трехзначный код, прописанный на обороте. Информация для мошенников. Поэтому они должны быть защищены от посторонних глаз. Не нужно реагировать на звонки, какие-то поступающие на мобильный телефон, на СМС, которые предлагают вам немедленно связаться с банком, либо что-то куда-то отправить, какой-то СМС. Банковские работники таким образом не работают. С банком всегда можно связаться, но только по тому телефону, который напечатан на самой карте, либо который прописан на официальном сайте банка. Лучше этот телефон записать или выучить наизусть, чтобы можно было связаться с банком по первому требованию. Это рынок. Здесь в основном покупатели расплачиваются за товар наличными. Все-таки это не всегда удобно. Самое элементарное даже на рынке бывает. Придешь, невозможно расплатиться картой. Весьма сложно. Это неудобно? Неудобно. Приходится либо как-то бегать, снимать, либо при себе всегда иметь наличные средства. Снять деньги на рынке тоже можно. Для этого есть терминалы. Либо можно перевести деньги продавцу через мобильный банк. Терминала у нас нету. Мы работаем в наличке. Нам удобно. Пожилые люди приходят, у них тоже деньги наличные дают. Для всяких карточек. Мы молодежь сейчас пользуются карточкой, им это удобно. А бывает так, что клиенты к вам приходят и говорят, вот нету налички. Что делать? Это так сплошь и рядом бывает. На рынке есть терминал, они туда идут, там снимают деньги с карточки и приходят отовариваться наличными. Пенсионерам нам лучше наличными пользоваться. Не страшно с тобой носить наличные? Нет, мы много не носим. Взяли 500 рублей, сегодня истратили, завтра еще 500 возьмем. Конечно, держать деньги в кошельке или на банковской карте решать только вам. Но даже будучи самым ярым противником разных новшеств в современности, трудно отрицать удобство виртуального кошелька. Банковская карта – это множество бытовых удобств, которые раньше были недоступными. Более того, без нее мы часто как без рук. И эта тенденция в дальнейшем будет только укрепляться. Расплачиваться на кассе, где вместо живого кассира машина своими наручными часами – это не смелая фантазия, а ближайшее будущее. Во всяком случае, именно к этому нас и готовят.